Открытый телеканал представляет Услышано на открытом телеканале Если посмотреть развитие вообще современной медицины, как получился бизнес из медицины? Это пришло из Европы, потом в Америку, и потом из Америки опять плеснулось куда угодно. Раньше для того, чтобы стать доктором, нужно было пройти 6-месячные курсы. Ты становился доктором. Потом отцы американской культуры, Карнеги и Рокфеллер, они сказали, ребята, это хороший бизнес, из этого можно сделать что-нибудь хорошее. Они взяли и сделали, по примеру европейцев, 4-летние курсы с микроскопами, с кадаврами, со всей наукой, которая там делала. И дорогую, на всякий случай. Они сказали, ребята, пока вы будете учиться, мы сделаем так, мы промоем мозги людям так, что они не смогут сами себя лечить больше. И вы будете на пьедестале, и все к вам будут походить и говорить, что вот это бог такой-то, и его наместник. И так и было сделано. Мы как бы сделали такой виток небольшой. Вначале между доктором и пациентом была, может быть, половина курицы, и доктор лечил пациента, денег там никаких не было, они были очень близки. Этот доктор был как бы членом семьи, и он очень заботился о своих пациентах. Это было. То есть личная забота в обычном понимании. Личная забота как член семьи. И он заботился не просто о своих пациентах, он заботился о том, чтобы домочадцы были в хорошем состоянии, и он заботился об атмосфере, которая окружает его. Потом мы дошли потихонечку-потихонечку к концу XIX века, к началу XX века, когда мы вдруг поняли, что это бизнес. Система здравоохранения — это бизнес. На сегодняшний день она занимает примерно 23% от волового бюджета Соединенных Штатов. Даже раньше, даже раньше, еще в поднем средневековье, вот эти кровопускания, это было основным источником дохода у врачей. Поэтому они делали это направо и налево. Да, они делали селективный отбор населения. У кого достаточно крови, он еще выживал. Но что произошло дальше? Стало расти расстояние. Расстояние между пациентом и доктором, расстояние между доктором и медсестрой, между медсестрой и пациентом. И внутрь стали вклиниваться бюрократы, стали вклиниваться люди, которые на этом могли сделать деньги какие-то. Поэтому на сегодняшний день об интегральности мы не можем говорить. Мы настолько разрознены, между нами огромные расстояния, просто огромные расстояния. Я помню еще 25 лет назад, когда я был в резидентуре, в госпитале все друг друга знали. Все общались. Это была как действительно, как семейная обстановка. Приходил какой-то пациент, и пациента знали, особенно если он часто бывал в этой больнице. На сегодняшний день доктор общается с компьютером, медсестра общается с компьютером, пациент через компьютер общается с доктором, и нет прямого контакта. Из-за того, что нет этого прямого контакта, есть полная дезинтеграция. И то же самое относительно этого же самого пациента в семье, и с боссом, и с друзьями, и как угодно. Я вам скажу так, что когда ребенок в семье начинает болеть очень часто, для меня это тут же симптом, что между родителями есть какие-то проблемы. Потому что на подсознательном уровне ребенок хочет родителей соединить. И как бывает, если родители могут рассориться вдрызг, но ребенок болен, все бросается на ребенка. И ссора тут же заканчивается. И это настолько типично, что когда ребенок начинает болеть очень часто, я тут же вызываю всю семью.